На данный момент в Одинцовском районе на учете в отделе по делам несовершеннолетних состоят 385 подростков. С началом летнего сезона для их досуга организованы загородные дневные лагеря, в которых уже проведены комиссионные обследования и выявлены недостатки. Для детей из многодетных семей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации предусмотрены путевки в Анапу и Крым. В период летних каникул на территории района функционирует 9 загородных оздоровительных лагерей, расположенных на территории обслуживания. И также один лингвистический лагерь на базе нашего ОГУ. На базе образовательных учреждений организовано 46 ремонтно-строительных бригад для временного трудоустройства несовершеннолетних, а также подростков, стоящих на учете в ОДН. Каждая из них сможет заработать около 5000 рублей. По словам начальника отделения общественного порядка Батыра Ченкалеева, в Одинцовском районе создано 38 курортных зон отдыха, в трех из которых разрешено купание. Все места были подвергнуты проверке МЧС и за каждым из них закреплены сотрудники полиции. Рядом с такими местами запрещена продажа и распитие алкогольной продукции подростками, но закон нередко нарушается. По состоянию на сегодняшний день преступления на данных объектах недопущены, были выявлены некоторые незначительные административные правонарушения. Соответственно, правонарушители были привлечены к административной ответственности и понесли соответствующие наказания. Особое внимание хотел бы обратиться к жителям не купаться в тех местах, где купание не разрешено, то есть запрещено, дабы избежать несчастных случаев на водоемах. Меры, предпринятые местными правоохранительными органами, помогут сократить количество несчастных случаев и правонарушений, связанных с участием подростков.